Высокая конкуренция, повышенное внимание прессы, крупный призовой фонд. Ярославский музей-заповедник на несколько дней превратился в шахматную мекку страны. Впервые один турнир объединил сразу шесть гроссмейстеров с мировыми именами, каждый из которых в последние годы становился чемпионом Европы. Среди претендентов есть и наш земляк, рыбинец Владимир Поткин. Действующий тренер сборной России, несмотря на плотный график, нашел время, чтобы поучаствовать в турнире у себя на родине. Во-первых, мне очень приятно оказаться здесь как земляку. То есть приятно, что это проводится именно в Ярославской области. Хочется, чтобы это было не только, как говорится, соревнование для сильнейших шахматистов, а также и послужило хорошим импульсом для парализации шахмат в Ярославской области. Музей в качестве места проведения турнира был выбран не случайно. Так организаторы стремятся привлечь внимание публики не только к шахматам, но и к истории старинных русских городов, таких как Ярославль. Здесь же уместно вспомнить и слова первого русского чемпиона мира Александра Алехина. Мэтр считал, что шахматы – это не столько спорт, сколько искусство. Этот турнир, скажем так, вписывается в ту программу, которую проводит Российская шахматная федерация, которая называется «Шахматы в музеях». То есть первый турнир «Шахматы в музеях» – это был турнир в Третьяковской галерее. Следующее мероприятие мы проводили в Лувре. Третий турнир был в Русском музее Санкт-Петербурга. Четвертый – в музее, в усадьбе, вернее, Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. И вот это пятый турнир, который проходит в историческом месте в Ярославле. На обдумывание одного хода несколько секунд. Вся партия менее часа. Матчи проходят по правилам быстрый шахмат. В зале, где сражаются гроссмейстеры, царит идеальная тишина. Ее не принято нарушать ни разговорами, ни даже шелчками фотокамер. Следить за ходом поединков можно прямо не выходя из дома. На время проведения турнира Всероссийская шахматная федерация организовала прямую трансляцию. На двух языках – русском и английском. Ее в сети уже посмотрело более тысячи пользователей. Формат проведения турнира круговой. За два дня каждый гроссмейстер успеет сыграть с каждым по два раза. А уже завтра состоится подведение итогов и награждение победителей – лучших из лучших чемпионов Европы. Владимир Летуновский, Сергей Ватин. День в событиях.